всем добрый вечер кто-то уже пришел домой или все еще едет с работы город практически пустой сегодняшняя трансляция у нас о том чтобы сделать чтобы не заболеть спасибо тебе моя любимая очень любит все убирать тут у нас помойка сейчас я покажу она шуршала здесь минут 15 поэтому я не мог никак залезть перископ как прошел рабочий день рабочий день прошел прекрасно мы немножко устали ну и что же сделать смотрите мы заехали в аптеку если не перестанешь шуршать я тебя убью мы заехали в аптеку и накупили здесь чего старая добрая аскорбинка ребят пока сообщение не успевает читать но всем привет на сибирску казахстану ростову всем еще аскорбинка уже то что почему-то люди применяют меньше из иммуномодуляторов я люблю амиксин он принимается той дозировки которой должен быть одна таблетка в день обычно взрослому человеку хватает пять таблеток ну и конечно же это янтарка янтарки вообще мало кто знает всех антипохмелинов на самом деле антипохмелины на работают в основном только на ней почему потому что очень сильно поднимается в момент иммунитет она также снимает интоксикацию вызванные алкогольным опьянением ну и самое главное что янтарочка дает нам возможность чувствовать себя гораздо лучше за счет того что внутренние ресурсы организма начинают гораздо быстрее отдавать организму то что нужно соответственно вот так вот она выглядит мы пьем ее терапевтически если же заболевание можно допивать и где-то до 10 таблеток в день и принимать ее где-то на протяжении 5-7 дней но а витамин c я уже читал про него лекцию где меня говорилось о витаминных минералов и соответственно мы пьем его постоянно круто маникюр спасибо вот ну а фрукты фрукты это живые витамины это живая энергия солнце здесь все прикольно один целый привет собственно вот так так мы заехали купили витаминчики сейчас мы готовим наш ужин ужин у нас скромный это швак да наверное это что-то похожее на швак это гель-лак на ужин у нас картошечка у нас очень слабой соли практически не соленый сось в самару пока не собираюсь ребят я взял немножко корешки это питерская рыба вот привет от света с новгородской так ну а фрукты фрукты вот это манго это то что мы привезли из таиланда лепестинки лепестинки валяются здесь привет москве нижнему новгороду краснодару картофель вечера не хорошо ребят но достаточно молодой картофель чем старше становится тем в нем больше становится крахмала но самом деле вообще мало кто знает что белый рис который любит такси спортсмены по сути своего больше по гликотемическому индексу похож на булку если вы хотите есть это должен быть либо бурый рис либо же должна быть греча овсянка так в общем вполне неплохо а серёга видно зашел перескоп чтобы тоже посмотреть какие-то минуты пропить в межсезонье на самом деле я витамины пью на постоянной основе потому что практически у нас нету витаминов живой пищи что еще такая мы злишься да наверно злюсь когда кто-то очень плохо едет на дороге и создает тем самым другим пробку на том месте где его нету где тренируюсь тренируюсь в спортивном клубе армии заболеваю ли я практически никогда двери двери привет снять с меня ребята зачем меня снимать я такой какой я обычно а так вечер найти такой как бы получается что вроде как бы даже те ребята которые меня не знают они со мной потому что вроде все рядом на одной кухне готовим что то есть аптеки в пуххиде который говорю бадюка я не знаю я туда не ездил рост у меня 182 смотрите серик если шайкинами жены гуляем да был заборный вечер на самом деле у динки и шанкина была еще отдельно третья камера не там вообще очень интересные были виды где жена так где жена рядом она замерла и не шуршит больше дышать над картошкой дослушайте на самом деле нос практически не закладывает череповцу привет как за за на тренировку пишите в личку и будем потом записываться любберец привет макияж я не делаю ребят сколько раз говорит но все-таки зайдите на сайт посмотрите татуировка она уже сделана такое просыпаюсь такой я засыпаю как миронов перископе записано я честно говоря не знаю а тренировали а девчонок я тренировал несколько раз на просто не все вырезаны вышло на камеру и некоторые моменты просто вырезали оттуда потому что с девчонками мы тренировались тренировались не раз так комментарии здесь у нас пошли интересно какие не не мешает они уже лет десять утро в розовом утро в розовом сколько часов в день много 8 наверно чай пьем обычно с утра а любимая да пьет кофе дорого ли нарастить кофе не знаю у меня во всех областях есть друзья чтобы касалось косметологии дантистов пластической хирургии я не заморачиваюсь по этому вопросу поэтому сколько это стоит ребят честно говоря не знаю сейчас уже как доварится картошкой чтобы порадовать вас красивым видом работать конечно я свою работу обожаю мало где есть такая работа где тебе платят все деньги которые ты хотел бы зарабатывать ты делаешь людям красивое тело они говорят тебе за это спасибо да с таиланда прилетели два дня назад соль вообще практически мы не едим потому что она уже где то есть я тоже себя видел по телеку в инстаграме отвечу только вечером приехали больно ли делать татуировку на глаза достаточно больно по образованию и по первому и по второму образование я на свои менеджер бухгалтер рынок ценных бумаг короче все что связано с финансами бесполезная штука как погода в питере ужасно минус 15 на самом деле кажется что она вообще минус 30 давно ли полтора года сколько в троеборье не считал да и делаю я уже максимально веса давно посоветовать косметолога чтобы какие нарастить но это не косметолог будет у вас странный косметолог если он вам нарастить койки где живу в спб пока живу на васильевском острове потом перееду уже в свою квартиру где седьмая серия не знаю димка мне коков сегодня звонил они домонтируют еще этот вечер который был потому что у всех тяжелые дни у димки вообще он приехал у него был семинар в котором он пахал как папа карло сколько рабочий жим широким хватом не знаю 150 на 5 от протеина я уже устал спортпит дома и спортпита практически дома ничего нету есть бцашки витамины да практически все мы же особо ничего и не едим посоветовая крана соленая кем работают тренером фарма есть что что такое за вопрос то прямо серии ребята сколько раз вы занимаетесь сексом фарма это интимное дело каждого спортсмена он ее либо принимает либо не принимать либо говорить не принимает его принимает но не говорит либо еще как-нибудь планируем ли это и тех пока не планируем куда переезжаем плIs на север города мы переживаем что видим и сладкого булочки мы обычно едем куда быть в бейкере кафе и соответственно едим там про перовские продукты ничего хорошего и сильно плохого не скажу достаточно низкого качества протеин мне не особо нравится. Может что-то изменилось, но я не знаю. Посадил жену на твой перескоп, теперь не могу ее оторвать. Ну, я пытаюсь все-таки внести что-то хорошее. Поэтому это лучше, да, это лучше, чем смотреть спам по телевизору. Картошка? Картошка полезна, особенно молодая картошка. Картошка, одни углеводы, но учитывая, что у меня сегодня углеводов было 100 грамм, вполне могу засунуть в себя еще 150, и это будет, скорее всего, даже меньше, чем у многих из вас. Как уменьшить ноги? Довольно массивные ноги, девушка. Аэробика? Аэробика, степ, отведение, сведение, становое, квадрисов практически можно не затрагивать, приседания только без веса, выпады. Не, не на парнас, туда, ближе в сторону юнтового. Есть ли в планах поезд на Сибирск? Пока нету. По фарме проконсультироваться у меня никак. Я еще раз повторяю, ребят, фармакология дело достаточно серьезное, и каждый спортсмен получает свой индивидуальный опыт во всем этом, и отвечает за все последствия, и все остальное сам, поэтому я стараюсь это делать. Видите, соль, конечно, она есть, но она куплена была год-два назад. Передать своей жене из Астаны. Привет. Передаю. Привет, Астана. Да. Нравится ли жить в Питере? Больше нравится в Доминикане. Нет, не подтягиваясь. Вешаю 120, плечевой сустав, у меня такой нагрузки не выдержит. Все-таки я же говорю, у меня плечника было достаточно давно травмированный, и оно так сильно не заживает. С семинарами ездить в будущем возможно покойно. С каким пульсом делать кардио-анжиросжигание? Ну, слушайте, 130-140 хватает. Он все равно, когда вы достаточно долго бегаете на дорожке или степе, оно достаточно долго уходит в... Оно стабилизируется, оно может подняться до 190-200, а потом уходит в 140. Так, не успею прочитать. Делали кардио? Да. Делаю постоянно, но немного. А как травмировал плечо? Был молодой, глупый. Делал большие жимы, большими весами. Все, до отказа, до отказа, до отказа, и, соответственно, постоянно все убивало. С кем же она работает? Директором. Прикольно было оббитвано ватрасово, согласен. Если угли не есть... Если вы не будете есть углевод, у вас не будет восстановления. Не будет восстановления, не будет нормального уровня гормона. Мышцы будут вялые, вы не сможете нормально тренироваться, замедлите таким макаром обмена и исчез. Ну и, собственно, куча-куча вещей. То есть углеводы должны присутствовать, даже если вы на сушке, по крайней мере, в первой половине дня. На завтрак и на обед. Достаточно двух приемов углеводов для того, чтобы сушиться. На самом деле, я могу сказать, что я даже на двух приемах углеводов умудряюсь еще и мышечную массу растить. Привет, Перми. Ребята, на самом деле, готов ли есть и не всегда успеваю читать сообщения. Считаю на турах заниматься пауэрлифтингом, да, и есть такие примеры немало. Как Кокляев начал ли тренироваться? Не знаю, мы сегодня списывались, пусть я береты брал. Я вот тебе привет. Начал ли он тренироваться? Я, честно говоря, не спросил. Так, ну что, картошки осталось. Картошки осталось минуток, наверное, в четыре. Сколько жму ногами? Практически не жму, я приседаю. О, кто-то тут был из свидетелей того, что у меня маленький писюн. Интересно, вы откуда подсмотрели? Может быть, у вас просто вместо бинокля был микроскоп? Так, Мася, а где у нас масло? Вот. Доставай. Скоро будут тайские каникулы. Димка сказал, что они сегодня ночь смонтируют, скорее всего, вот так вот. Привет, Молдове. И Сочи. Покажи лицо. Есть планы входнуть? Нет, не катаюсь. Можно ли пожать 230 без стероидов? Есть. Есть такие претенденты. У меня знакомый в 19 лет сжал 215 килограммов. Абсолютно точно на счастую. Показать хату? Не, ребят, не покажу. Во-первых, она у меня уже без цвета. Во-вторых, она у меня надоела мне эта хата. Я жду уже, когда перееду на свою. Ха-ха-ха. Все? Хочу тоже картохи? Да, конечно. Все хотят картохи. Какой нормальный человек? Вечером бы не захотел картошечку. С маслом. Да, с натуральным сливочным маслом. Мы очень любим заезжать в Азбуку Вкуса, где покупаем всякие вкусняшки. Здраво, лучше? Да, что еще? Соскучились по домашней еде? Мы на самом деле в Таиланде уже очень соскучились. Это морс. Вот такой вот. Клюквенный. Кто сказал, что в Юнтову? Я сказал, ближе к Юнтову. Но квартира из двух комнат. Передать, пожалуйста, апостолу привет городу. Предал. Что думаю о сыроедении? Вполне неплохо. Но нужно понимать, что готовы ли ваши пищеварительные системы к этому? Готовы ли ферменты к этому? Можно ли это делать? Привет Кишиневу. Манго? Манго очень вкусный. Да, батарея уже садится. Поэтому вот. Квартира не своя. Не хочу ли отрастить бороду? Нет, ненавижу. По арму выступишь? Нет, кстати, сегодня я соревновался по арму с двумя своими хорошими знакомыми. Один мастер спорта, другой мастер спорта международного класса. Но они были не в форме, поэтому я выиграл. Но при всем при этом это реально сильные очень бойцы, когда они в форме, шансов немного. Как считаешь, Кляйва поинтереснее было, чем в Тае? А я не знаю. Приедем, поболтаем с Мишкой обязательно. Можно в натурах утренней в северной манере или делать памп? Да можно и так, и так. Ребят, анаболические стероиды это всего лишь ускорение обмена веществ, синтеза белка. Если вы нормально, правильно едите и вы здоровый молодой человек, то по большому счету до своего предела очень трудно дойти. То есть, вы и так сможете иметь достаточно большой потенциал. Такие впечатления участников проекта от всех ребят участников проекта очень хорошее ощущение. Вы их видели только на видео, кто-то говорил под камеру, кто-то работал на камеру, но при этом это не отменяет то, что каждый из них был хороший, интересный человек, как камера уходила, можно было очень прикольно реально поболтать. Ригерт вообще красавчик. Да вообще на самом деле все ребята были прикольные, я сейчас умру с голодухи и буду кушать вот так вот уже сразу. Простите, умираю. О, привет из Выборга. Сколько белка вкушаю в сутки? Мало, грамм 150. Спасибо огромное за добрые отзывы. На мой взгляд, Питер лучше Москвы, потому что Питер не такой серый, здесь много чего красивого. Здесь более постоянные люди в Москву очень много приезжают, уезжают. Лак не стирает, это же не лак, он практически не стирается. Я его корректирую раз, две, три недели. Привет из Уральска. Глаза не крашу. Это татуировка. Малыш, давай вынимать или подержи камеру. Давай. Надо что-то достать. Спрашиваю, что ты любишь из еды больше всего? Черную икру. Парень, ем я мало. Всем-всем привет в Украине, Одессе. Привет жене, всем привет. Настя замужем? Нет, Настя свободная. Тебе с клыками удобно кушать? Шикарно. Маслечко, маслечко добавь. Да. Едите ли вы конину? Ну, несколько раз ел, едим. Достаточно жесткое мясо, специфичное, но когда я еще раньше ел колбасу, самая моя любимая колбаса была колбаса из конины, это факт. Что еще спрашивают? Ой, там много про икру. А, спрашивают, выпьете раз? Ну, может быть. Хороший вопрос. А этот вопрос был мне или тебе? А, не знаю. Так, ну что? Все. Давай. Мы кушать, батарея садится. Вот такой скромный ужин. Катошечка, лосось, питерская корюшка, ну, а потом будет манго и немножко вкусного морса. Ребята, все. Мы уже кушать, слюни текут. Спасибо за пожелания добрые. И до новых встреч. До следующего раза. Наверное, это будет уже утром. Все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» и 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 «Сим